И разрушения его такие были не глобальные, но местные. Позавчера обвалилась стена в цокольном этаже, просто выпала. Позавчера? Позавчера наружу выпала, там часть разрушена была до этого, то есть разрушалась постепенно, выпадала там оконная рама, видимо там уж перекрытия проседали, вот, задавливала раму и раму просто сломала, то есть выдавила. Она выпала, разбилась, ее образовалась, естественно, пролаз такой горой. Пришлось там загораживать каким-то хламом, чтобы как-то воспрепятствовать свободному проходу граждан. Мы охраняем здание, отвечаем за его целостность, сохранность, вот, потому что попытки проникновения в последнее время учтились. Поэтому был усилен пост парный, пост здесь был организован, чтобы отпугивать граждан, не отпугивать, просто не допускать их возможности проникновения в здание, цены там хищения имущества и каких-то вандальных действий, потому что могли быть и поджоги неумышленные, понимаете, и так далее. Но дело пошло еще дальше. Опасались одного, по факту, видите, такая катастрофа практически произошла. У меня пост находился, перемещенный в центральную часть здания, вот на уровне как бы второго этажа, окна вот сейчас просматриваются. Отсюда был перемещен центральную часть, для того чтобы контролировать как раз места возможного доступа, понимаете, извне. Вот. Вчера вечером ребята мне отзвонили, говорили, что пошли такие, ну, очевидные трески, да, по зданию, то есть трещало здание, вот понимаете, вот как деревья в лесу трещат, так трещало здание, то есть предупреждало, валите отсюда, иначе будет что-то. Ну, вот они быстренько подобрались, даже вещи, да, не забрали, просто ретировались вот сюда в безопасную часть здания, в левое крыло, у нас вот здесь вот находился изначально. И, Виктор Алексеевич, после, вот сколько прошло времени, произошло обрушение? Ну, там не больше часа. Не больше часа. То есть, представляете, вот они за час, за час ушли как бы с центральной части, да, где вот обрушение, но оно вот, вот здесь вот находился пост, а обвалилась вот на набережную, стороны, понимаете, то есть они непосредственно близости были в эпицентре обвала этого. Ну, я не знаю, Бог уберег, хотя риск здесь был очень серьезный. Но вы сразу перегородили лентами все, да? Ну, вообще нет, зона вот первичного обвала, она была ограждена лентами, и вчера работы, значит, хозяйствующими структурами областной картины и галереи, в проводились. Еще раз были обтянуты с той стороны ленты, защитные сетки были натянуты, видели там, да, зеленые находятся, чтобы граждане не приближались ближе вот этой опасной зоны, вот, хоть как-то предупредить. Но вот вчера до вечера здесь был, заезжал, все равно попытки там отдельных особо подростков, молодежи были подойти ближе, преодолеть даже вот эти сетки с целью посмотреть, что там интересные. То есть, любопытство, но страх не ведает, понимаете? Вот, это, в общем-то. Ну, вот сейчас обрушение продолжается после того, как вчера вечером произошло? Ну, вот, с утра нет, таких глобальных не было, чтобы какими-то массивами отрывалось, там, да, строение, там, конструкции. Ну, частично там штукатурка, она трещит еще, видимо, просто здание конструкционно пытается выстоять. Вот, сейчас, опять же, смотря погодные условия какие, возможно, опять сейчас, если дожди придут, еще промочат, да, в этих местах, где уже прослабли все вот эти соединения, крепления конструкционные, возможно, что еще будут обрушения, то есть оно продолжится. Даже корабли, когда приезжают в гости, все равно, конечно же, жалко то, что не ремонтируют, никто ничего не делает. Субтитры создавал DimaTorzok